В тот далекий летний день 22 июня 1941 года люди занимались обычными делами. Школьники готовились к выпускному вечеру, мальчишки строили шалаши, девчонки играли в дочки-матери. И никто не подозревал, что приятные хлопоты и задорные игры перечеркнет страшное слово «война». Раиса Алексеевна Попкова – ребенок войны. Когда началась война, ей было всего три года. Родилась я 6 декабря 1938 года в городе Бор, Горьковской области. Семья я была четвертая. Когда началась война, две девочки умерли, мы вдвоем остались с сестрой. Сестра старше меня на 8 лет. В трехлетнем возрасте маленькую Раю отправили в детский сад, а после она и ее сестра попали в детский дом. Отец погиб на войне, а мать работала на стекольном заводе по две смены в день. Детский дом был на территории нашего маленького стекольного завода. Там до этого жили работники этого завода. А вот так случилось, когда война, детей некуда было девать. Нас оставили при детском доме, а их все по квартирам раскидали. Раиса Алексеевна рассказывает, что в детском доме она стала настоящим пионером. Девочку научили носить знамя, играть на горне и бить в барабаны. Мы тогда все были равны. Мы же ночевали в детском доме и кушали, и играли. И во всех этих пионерских делах и делах детдома мы все делали то, что нам это самое говорили, мы делали то. Когда кончилась война, маленькую Раю и ее сестру вернули матери. После Раиса Алексеевна пошла в школу. Закончила десятилетку и поступила в торгово-экономический техникум в Нижнем Новгороде. В 58-м году по распределению приехала работать в наш город. Сначала трудилась на заводе по спортистам, после завхоза. Сегодня женщина находится на заслуженном отдыхе, воспитывает внуков и правнуков.